Бутовуха, так бытовуха. Смотрите, у меня муж делает пироги. Здесь у него тесто, конечно, без мамочкиной помощи не обошлось. Пирожки будут с мясом. Ну, это не очень мясо, это курица. Там лук, чеснок, соль, перец, травы и все. И смотрите, вот такие пирожки он у меня вылепляет. Представляете, волшебник, да? Ну, покажу, что получится. А сейчас покажу, как он их вообще лепит. Ой, простите, это раковина не очень чистая. Вот что только не сделаешь, да, от нечего делать. Делать совсем не хрень, честно вам скажу. А карантин только начался. Дальше что мы будем делать? Я даже не представляю, муж дошел до пирогов, начал делать тесто, я ему, конечно, подмогнула. С тестом, потому что я посмотрела, что там получилось, что-то. Что-то добавила, что-то разбавила. Ой, старается, да? Ой, молодец какой. Девчонки, и пока мой дружайший супруг, мой суженый, ряженый, делает пироги, я открывала почту, девочка прислала мне... Как поставить так поудобнее? Девочка там, где я, странный американец, она мне прислала вдоконку пояснения. Видимо, она уже посмотрела видео и кое-что упустила. Сейчас я вам расскажу. Читать не буду, расскажу. Она сделала, по идее, все правильно. Она заранее с ним оговорила, и он не был против. Она ему объяснила, что невозвратные билеты у нас, это туристическая поездка, да? И она потеряет и деньги, и отпуск, и вот это все. И он с ней согласился, этот мужчина. То есть она-то все... Она молодец. Она все правильно поступила. И я опять с новыми, вводными уже, да, я к мужу спросила у него. Я говорю, слушай, так это самое, она же с ним все оговорила. Что вот как бы... Ну, мы вначале думали, что он понял, ну, решил, что она несерьезная. Как строить с ней семью, да? Если она такая отчаянная, что в разгар эпидемии, да, и потом при наличии ребенка она едет все равно. И, то есть, зачем она туда едет, да? У человека могли возникнуть сомнения, какие-то дополнительные вопросы. Но вот с новыми объяснениями, да, с новыми вводными. Муж говорит, ну, значит, он не был настолько в ней заинтересован. Может, у него там тоже возникли вопросы. Но, девчонки, вот мы не забывайте, что то, что нас пригласили на свидание, или свидание уже было, это еще ничего не значит. Это еще не любовь. Это еще, тем более, не семья. Это все еще, знаете, как вам сказать? Мне вот, когда я стала у мужа спрашивать, помните, да, я рассказывала, начала рассказывать, как он был на сайтах знакомств. Я ужаснулась. Я поняла, что вот эти все наши отношения, это было, знаете, как, это все держалось на паутинке. Вот так легкое дуновение, висешку ветерка, и все могло разрушиться. То есть, это настолько вообще ненадежная история, я ужаснулась, как мы смогли пройти этот путь, как я вообще, как мы вот смогли построить. Для нас, как бы, ой, это серьезно, да, там пригласить на свидание, поехать на свидание, еще что-то, для нас это серьезно. А для мужчин, это, они по-другому на это смотрят. И еще, знаете, пока у меня не забылось, я читала комментарии, свежо в памяти, я хочу сказать, вот мы не умеем поддерживать. Вот все девочки, я знаю, ну я-то знаю, что вы все хотели поддержать, что нет, просто он не серьезный, ей нужен другой, да, смысл этих комментариев. Я не буду их всех перечитывать вам, девчат, мы не умеем выражать свои мысли, да, то есть мы, он ей не нужен. Ну, если бы он был ей не нужен, она бы не покупала билеты сама еще за свой счет, куда-то бы не ехала в этот, да, она бы с ним не стала встречаться, если бы он не был ей нужен, и она бы тем более уж не плакала в отеле. Ну, вот так, по-честному, ну, хоть немножко же задумывается, ну, задумывайтесь, да, прежде чем написать. Это первое. Второе. А, это он, как бы, он не серьезно, может быть, но мы же девочки, нам же нужно поддерживать друг друга. То есть, да, кто-то прочитает, буквально поймет, да, а у кого там более-менее расширенное там мировоззрение, да, может же подумать, что, а, он нашел другую, а зачем это писать? Ну, нашел и нашел, очевидно, что нашел. Извините, да, или переключился на кого-то для него более интересного. Ну, зачем нам вот это, девочки, вот это все в лицо выплескивать? Зачем? Ей-то зачем? Чтобы она чувствовала, что она хуже, чем кто-то? Возможно, переключился, понимаете, вот у меня две тысячи подписчиков, да, вот она одна, и еще 1999, там, хотя бы вас же, да, там, на этом же сайте. Поэтому все возможно, все это настолько эфемерно, знаете, нам кажется, что все серьезно, на самом деле это все очень такая, такая тонкая материя, это, знаете, это все ненадежно в общем. Давайте учиться поддерживать друг друга, ну, реально поддерживать как-то нормально, а то же мы хотим вроде и поддержать, но при этом, чтобы еще и вот так. Перечитывайте свои комментарии, я-то понимаю, что вы все-все хотели ее поддержать, все, спасибо вам огромное. Но иногда, да, вот форма, она может еще глубже человека засадить. И сами того не подозревая, мы можем нанести какую-то вот травму, да. Вот я надеюсь, что с нашей девочкой, с нашей героиней этого не будет, она не будет сидеть. Я очень надеюсь, что у нее не отложится, что ага, значит, я недостаточно хорошая. А кто-то же может быть очень, как сенсор, чувствительный, кто-то очень чувствительный. Вот, например, я, я бы это, я бы сидела потом и думала, или там лежала и плакала, и думала, да, я вот такая никчемная, там много женщин, гораздо лучше меня, конечно, куда я поехала, на что я надеялась. Так тоже может быть. Я никому, никого не хочу там учить чему-то. Я просто призываю вас быть друзьями. Всем и так сложно. Давайте учиться дружить и любить друг друга, вот в хорошем смысле этого слова, стараться не ранить. Я что-то в последнее время стала часто об этом говорить, просто я вижу, что, ну вот сложно нам, мы не очень умеем поддержать даже правильно, не то, что с мужчинами выстраивать отношения. Кстати, про мужчин. Меня очень радуют эти последние письма, ну последние, крайние, не знаю как, да, которые, муж мне показывает, что там пироги сбеглись, которые показывают о том, что есть мужчины, есть реальные мужчины, есть хорошие мужчины, но не всегда, и мы можем правильно выстраивать, да, отношения, не всегда, как бы, как вам сказать, и не всегда это все очень очевидно, да, это все равно как ходьба по облаку, это все. Пойду проверю пироги, если они уже готовы, я вам покажу. Если не готовы, покажу позже, все равно покажу, муж старался. Ну, у нас пироги готовы, сейчас мы покажем вам. Вот такие, с мясом, это наш герой. Все, спасибо большое, вот я вам похвастала. Вот как мне любить мужа, смотрите, каких пирожков он мне нашлепал с мясом. Рецепт не спрашивайте. Я не очень знаю, я все, что могла, рассказала. Класс, они огромные, видите какие. Вот так. Мы уже, честно говоря, по одному съели, слопали. И это была такая пирожочная тема. Еще хочу вернуться к комментариям. Девчата, вот если честно, вот так, а что, почему я должна, а что, а пусть сам догадается, если, как, если я ему нужна, как бы он там догонит, да. Я так рассуждала лет в 19-18, и благодаря вот таким рассуждениям я прокакала лучшего мужчину в моей жизни, понимаете. Да, вот как профукать, мы это, мы умеем. И надо перестраиваться, надо становиться, быть мягче. А то мы, я смотрю, как застряли, я тоже этому училась. Постарайтесь вот как-то быть мягче. Я знаю, что жизнь не дает расслабиться, но тем не менее. Видите, кстати, про пирожки хочу сказать. Я не знаю, почему, но у меня мужчины, кто как со мной, кто как свяжется, так начинают, ой, что у меня там, мои канабыки, так стараются меня удивить. У меня муж, он первый раз делал это. Причем он так, он у меня не спрашивал, он говорит, я сейчас у тебя сейчас, я тебя сейчас такое сделаю, что-то блюдо какое-то. Представляете, на это самое, испек пироги в духовке. Вот, ну, я так пришла посмотреть, я говорю, слушай, ну, я поняла, что он, ну, совсем испортить продукт это не хотелось тоже, да. У меня это такая еврейская жилка такая, или советская, я не знаю. Я так немножко там с тестом ему подсказала, что там, что с ним поделать, да. Ну, чтобы совсем подошвы не получились. Ну, молодец, молодец. Молодец, он сам себе удивляется. И, а я как рада. Я пока там телек посмотрела, пока все пересмотрела, все новости. Так, у меня пироги готовы. Хотите так же? Становимся мягче, веселее. И ждем своих кулинаров. Я вас всех люблю. Всем желаю счастья, удачи. И, вы знаете, у вас, у всех, у каждой из вас, девчат, уже есть все, чтобы быть счастливой прямо сейчас. Вот так, если совсем уж по-честному. Не откладывайте быть счастливыми на потом. Всех люблю, всех целую. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.